И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, новый очередной видосик, уже связанный с нашими танками, с нашими лагами. И буквально минут 5 назад появилось новое оповещение от разработчиков игры, где написано то, что у нас отключаются в игре про битвы. Про битв пока что не будет, непонятно на какое время, но я, честно говоря, поражен. Поражен тем, что танки взялись за голову, серьезно, серьезно, проект взялся за голову. И прямо и открыто всем сообщает о том, что происходит додос-атаки на их сервера и то, что они пытаются решить эти проблемы. Меня это, безусловно, очень радует, то, что ребята уже обо всем знают. Они знают, как с этим бороться, они знают, что нужно делать. Отключают про битвы, не понимая, если честно, до конца, для чего они это делают. Потому что, по сути, тут уже акцент идет не только на эти про битвы, а уже, по сути, на эти про битвы всем, можно так сказать, насрать. Не в этом вся прелесть и все то, что делали данные игроки, они делают это не ради этих про битв. Но, в общем и целом, я хочу выразить, не знаю, можно сказать, такой какой-то респект танкам. Сказать то, что молодцы, то, что вообще, в принципе, открыто говорят все это. Говорят то, что есть DDoS-атаки, мы все знаем, мы решаем, мы хотим все дело исправить. Отключаем про битвы, останавливаем данное движение на какое-то время, окей. Но, как по мне, наверное-таки, решение такой проблемы должно быть очень быстро решено в довольно короткое время. Потому что такие проблемы, которые случаются в игре и такого характера, они требуют более быстрых решений, дабы вообще игроки, в принципе, получили свою какую-то определенную компенсацию. Я так понял, что уже и компенсация, в принципе, за все это дело будет. Потому что здесь написано то, что пострадавшие игроки получат компенсацию. Это значит, что у нас, возможно, будут какие-то дополнительные дни, вернее, даже не то, что челленджи, а именно таких голдов. Плюс какие-то, я думаю, плюшки в виде, там, премиум аккаунтов и тому прочему. И это очень круто, то, что начинает думать у нас игра. Начинают думать разработчики. Включается вот этот вот режим правильных действий, наверное, я бы так выразился. Безусловно, в этой степени я доволен то, что об этом всем ребята начинают думать. И такое быстрое решение и оповещение с их стороны для меня это достойно. Достойно, в общем и целом. Что вообще, ребят, вы думаете по этому поводу? Согласны ли вы с тем, что у нас сейчас отключаются про битвы? Я не знаю, что здесь можно было бы еще добавить, потому что буквально пару часов назад я выпустил ролик с тем, что почему у нас вообще, в принципе, происходят лаги. Да, это DDoS-атаки. И при том всем раскладе разработчики игры открыто, не скрывая ничего, об этом говорят. И, как по мне, это очень достойное решение, то, что они в данный период, в сложный период времени для разработчиков говорят, все это дело открыто и говорят все напрямую. Мы знаем о проблеме, мы ее решаем. Мы, значит, собираемся покупать защиту. Ну, я так понимаю, защиту именно-таки от DDoS, дабы игра полноценно функционировала. И то, чтобы у нас не было вообще никаких таких вот проблем в дальнейшем. Безусловно, сейчас, потому что я могу сказать одно, да. Вы помните, ребят, когда сервера перешли с определенного количества, то есть, условно говоря, там было 30 серверов танков в один общий. В этот момент поменялась база данных и сейчас есть доступ к именно-таки DDoS-у данных серверов. Да, она более сложная, наверное, я в предыдущем ролике не хотел об этом упоминать, потому что, ну, возможно, эта информация была бы какая-то некорректной и не хотелось бы вообще, в принципе, каким-то образом все это дело показывать. Но раз разработчики игры все это знают, раз они знают, что происходит и вообще, в принципе, понимают, куда все это идет. И для всех ребят даже сообщают открыто то, что нас DDoS-ит и то, что у нас имеют... На наши сервера происходят атаки, то, что мы решили решить эти проблемы в короткие сроки, значит, я могу, в принципе, все это дело рассказать. Да, имелись у нас большое количество серверов, раньше это все DDoS-ить было намного-таки проще, но в один определенный момент, когда была защита серверов, поменялись адреса, можно так сказать. Вы помните, когда у нас танки переезжали на другую территорию, то есть, и данная база поменялась. Следовательно, база поменялась, защита пропала, и сейчас вот такие вот проблемы в игре у нас появились, которые длятся уже 4 дня. И я доволен тем, что разработчики при всей этой ситуации, то, что сейчас происходит, безусловно, когда ты делаешь акцент в игре на саму игру, на сами челленджи, за счет этого зарабатывает проект, то такие проблемы нужно решать в очень короткое время и быстро все дело исправлять. Как-то так, я не знаю, что еще можно было бы здесь добавить. В общем и целом, я, наверное, высказал всю уже мысль, которую я не добавил в предыдущем ролике, который вышел буквально пару часов назад. Если вы его, к слову, не посмотрели, то обязательно его посмотрите. Ссылочку я в описании оставлю. Про битв нету, верим, что все быстро это сейчас закончится. Я, честно говоря, доволен тем исходом, который сейчас у нас получается, то, что все видят, все смотрят и все контролируют в этом плане и пытаются как можно быстрее решить проблему. Проект заинтересован в своей прибыли и это, безусловно, достойно. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok